Чем-то какой-то странный. Смотрите. Цвет-то не красный. Я думал, будет какой-то джем интересный. Приветствую вас в онлайн-кулинарном канале CheckFood. То, что у меня стоит этот пакет на столе, говорит о том, что сегодня у нас будет обзор. Обзор этой доставки еды. Level Kitchen. Заказал я пробный сет на два дня. 12 блюд, то есть по 6 блюд на каждый день. Обошелся он мне в полторы тысячи рублей. Набор ложек, вилок, ножей. Все коробочки, лоточки имеют порядковый номер. Здесь написано 1-й четверг. Два блюда. Это завтрак. Два лоточка. Это завтрак. Первый, второй. Вот это вот. Третий. Обед. Четвертый. Тоже обед. Пятый. Ужин. И еще один лоточек. Это тоже ужин. Так, начнем с завтрака. Два блюда на завтрак. Первое, это гранола медовая с йогуртом и тропическими фруктами. Срок годности у всех изделий 72 часа. Все они были изготовлены 23 августа. Соответственно, сегодня 24 августа. То есть на все про все у нас остается два дня. Сегодня нужно это все употребить и завтра. По надписям на коробочках непонятно, как их употреблять в загретом виде, в холодном виде. Написано, что хочешь разогреть, не забудь отогнуть пленки. То есть можно, я так понимаю, и холодным есть, если хочешь, можно подогреть. Ну, подогревают в микроволновке. Первый завтрак. Гранола медовая с йогуртом и тропическими фруктами. Сушеная клюква. Геркулес, мюсли. Там какие-то небольшие кусочки кокосовой стружки. Здесь йогурт. А это джем из тропических фруктов. Манго, маракоя, персик и что там еще. Манго, ананас, маракоя, персик. Гранола пахнет таким легким запахом орехов. Запаха клюквы не чувствую. Здесь больше запах выделяется персика. Вот йогурт вообще не пахнет. Ну что, нужно будет, наверное, вот это все сюда перемешать и попробовать. Действительно вкусно, только порция очень маленькая. Что здесь вообще есть-то, смотрите. Я могу всю порцию уместить на одной ложке. Все. Это вот завтрак. Но вкусно. Гранола с таким ореховым привкусом. Даже чем-то дает легким таким то ли печенье. Ну, запеченные мюсли. Иногда попадается клюковка, появляется кислинка. Йогурт нежный, однородная консистенция. Приятным вкусом. В меру все сладкое. Это гранола с йогуртом и экзотропическими фруктами. Мне понравилось. Поставлю 4,5 из 5. 4,5, потому что маленькая порция. Была бы побольше хотя бы в 3 раза. Поставил бы 5. И забыл показать вот этот вот набор инструментов. Ложки, вилки, салфеточка. Салфеточки. Две салфеточки. На два дня получается. То есть, эту я салфеточку сегодня буду использовать. А эту салфеточку завтра. Ее можно еще порвать даже. На 6 частей. Для каждого блюда. Салфетки в этом наборе самое дорогое. Поэтому их мало. После первого блюда. Картонка. С QR-кодом. Скачай приложение. Телефончик. Приборы. Четыре ножа. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, семь. Семь вилок. И две ложки. Ну, наверное, в этом есть какой-то смысл. Наверное, все просчитано. Видимо, какие-то блюда можно есть просто вилкой. Какие-то нужно обязательно ножом с вилкой. Но какие-то можно ложкой. Хотя выглядит прикольно. Черненькие такие. Стильненькие. Пластик. Кстати, хороший пластик. Плотный. Надеюсь, не сломается. Второй прием пищи из завтрака на первый день. Тост с мясным чили. Кто хочет поподробнее почитать, поставьте на паузу. Короче, это говядина с чили, с фасолью, соусом гуакамоле. Такое мексиканское блюдо. Пахнет. Пахнет очень приятно, аппетитно. Тост. Как обычно, весь влажный. Томат. Это вот говядина. Соуса гуакамоле немного. Но фарша, мяса вот довольно много. Попробуем. По запаху приятно. Пахнет размокшим хлебом. Таким фаршем. Более никаких запахов я не чувствую. Фарш занимает вообще всю площадь. Ну, в фарш уже находится фасоль, находится говядина. Здесь у нас сыр. Небольшое количество гуакамоле. Он вообще не выделяется. Я не чувствую здесь ни кориандр. Кумин вообще не чувствуется. Хотя он довольно с таким ярким, характерным и запахом, и вкусом. Что здесь в чили, вообще непонятно. Остроты никакой. Может быть, здесь не должна быть острота. Может быть, это я дурак. Напишите в комментариях, должен быть этот острый, как называется, мясной чили. Или это какое-то специфичное название, что он не должен быть острый. По ощущениям, это размокший хлеб. Намажьте сверху его какой-то смесью такого, ну да, фарша с фасолью. Посолите немного, поперчите. Паштет возьмите какой-нибудь. Вот это примерно то же самое будет. То есть блюдо, какое-то совсем непонятное, несуразное, неказистое. Хотя выглядит прикольно, но со вкусом не доработали. Три из пяти. Есть можно, когда совсем сложно. Кстати, на картинке здесь показано два тоста, а у меня в упаковке был один тост на 100 грамм. Вопрос, это меня обманули или так должно быть? Завтрак закончен. Приступаем к обеду. Третий прием пищи из этого набора. Котлета под шубой из индейки и курицы с лапшой, удон и кунжутом. Вот это блюдо, я думаю, нужно будет разогреть. Удон. Здесь какая-то котлета. Холодными есть их, наверное, будет не круто. Запах приятный, да, такой котлетный. Чувствуется аромат вот этой вот моркови, зажаренной лапша, удон. Ну, давайте вначале попробуем котлетку. Котлета сочная, котлета из индейки и курицы. Вот шуба состоит, здесь сыр творожный, болгарский перец, морковь. Очень, весьма неплохо, очень вкусно. Сказать, знаете, котлетка по-домашнему. Вкусная, нежная, мягкая котлета. Творожный сыр отлично дополняет ее. Попробуем удон. Хорошие макарошки, я бы сказал. Хорошие макарошки. Они, причем, еще сбрызнут или смазаны растительным маслом. Причем, в меру. Масло хорошее, не вонючее. Вес 265 грамм. Очень много моркови. Она почти занимает здесь все пространство. Это вот перец попался. То есть, шуба состоит почти полностью из моркови и творожного сыра. Сытное, действительно вкусное блюдо. Макароны, мучные изделия сами по себе. Они плотные, сытные. Здесь еще довольно хорошая, большая котлета. А кто-то, может быть, этим не наестся. А кому-то, может быть, и нормально. В общем, как такая домашняя еда. Блюдо очень хорошее. Поставлю ему пятерку из пяти. Мне оно понравилось. Следующее блюдо. Что-то там, с чем-то там. Не могу понять. Мясные корзинки с тонким тестом. Разобрать, что здесь написано, я не могу. Может быть, вот так можно что-то увидеть через камеру. Очень плохое качество печати. Пахнут, знаете, такими фрикадельками. Смесь запахов мясного и теста. Вот с закрытыми глазами понюхать, я бы подумал, что это может быть чебурек. Что-то, да, жареное мясо, жареное тесто. Но приятно, аппетитно, пахнет вкусно. Ну что, наверное, надо будет их тоже разогреть для получения полноценного набора вкусовых ощущений. Снизу в лотке вот это вот тесто тонкое размокло. Это обычные тефтели в тесте. Пахнуло такой советской столовкой. Заходишь, и там запах тефтель. Вот это все размокло. Превратилось в такую вот соплю. Сверху она еще была более-менее сухая, приличная. А внизу уже была жидкость. И когда перекладываешь, тем более загреваешь, это все превращается в такое вот месиво. Фарш жестковат. Видно вкрапление. Скорее всего, это рис. Что в составе, я понять не могу, потому что невозможно прочитать этикетку. Непонятно сочетание вот этих двух блюд на обед. Там котлета из курицы и макароны. И здесь, считайте, тоже та же котлета, только в другом формате, видите, тефтель. Тоже тесто. Но если то блюдо было действительно вкусное, и котлета сочная, и макароны вкусные, удон, лапша удон, как она и назвали. Но по общим ощущениям, вот это такой уровень дешманской столовки. В фарше чувствуются хрящи. Это блюдо мне вообще не понравилось. Вот как бы я не хотел бы, но мне придется ему поставить двойку с половиной. А половинку, так, значит, авансом на будущее. За то, что не отравился. Пообедали. Теперь пора поужинать. Пятый прием пищи. Цезарь с куриной грудкой. 125 граммов. Майонезный. Это, конечно, не соус Цезарь. Помидоры черри. Причем, я так понимаю, целиковые. Даже не разрезанные. Куриная грудка. Раз, два, три штучки. То есть три кусочка куриной грудки. Два помидора черри. Салат Романа. И майонез. Это вот называется салат Цезарь. Что где-то меня немножко обманули. Вот просто, если это в таком виде, зачем его называть салат Цезарь. Куриная грудка не пересушена. В меру сочная. С легким каким-то привкусом. Какой-то горчинкой. Салат Романа. Сочный, хрустящий, вкусный. Помидоры черри. Спелые, хорошие. На вкус более травянистые. То есть, у них черри, у которых яркий вкус такой помидорный, томатный. А эти вообще безвкусные. Не до Цезарь, конечно, есть можно. Сказал бы, в какой-то мере это вкусно. И тем более, здесь еще нету, конечно, сухариков. Написали бы, салат с куриной грудкой, салатом Романа и с помидорами черри. Было более правильное и честнее. Если учитывать, что это не тот салат, который написан на этикетке. Ну, давайте поставлю ему за обман 3,5 из 5. Опять на картинке здесь, видите, есть сыр. Томаты черри порезаны. В моем случае сыра не было. Не было сыра, не было сухариков. Это уже второе блюдо, которое не соответствует картинке на сайте. Так, ну а далее у нас получается сырники ванильные с миндалем. Здесь клубничный джем. В джеме присутствуют сахарин натрия, цикломат натрия, подсластители, которые, ну, в общем-то, нежелательны к употреблению. Лучше уж тогда употреблять сахар, чем вот эти подсластители. Вот за них уже можно один балл снимать. Почему-то какой-то странный. Смотрите. Но цвет-то не красный. Я думал, будет какой-то джем интересный. Это что такое? Такой на камере-то, наверное, лучше выглядит, чем здесь, в реальной жизни. Вот это white компот клубничный. У тебя вот клубника, она оседает на дно. Когда компот весь выпиваешь, у тебя остается мякоть из клубничных ягод. Вот этот джем выглядит, как этот джем их от клубничного компота. Вот прям целиковая ягода здесь. Но пахнет клубникой. Причем пахнет именно клубника, которая сваренная, которая в компоте. По салатам Цезаря мы наелись. Теперь сейчас догонимся сырниками. Структура равномерная. Видно крупинки творога. Ну, или творога. Кого что. Кто что купил. А вот сырники очень неплохие. Сырники реально нежные. Вкусные. С привкусом ванили. Очень нежные. По структуре сырники. Ну, да, сладко, вкусно. Но почему-то впечатления у меня от него неприятные. Почему-то он мне не нравится. Миндаль вообще не чувствуется. Вот эти лепестки. Они вообще безвкусные. Эти сырники мне нравятся. Если бы вместо вот этого джема был бы джем более яркий, интересный на вид. Да обычное и гуспеклубничное варенье бы положили. Которое даже, пускай, с тем же сахаром. Я понимаю, что многие люди, которые заказывают такую доставку, они сидят на ПП. Заботятся о своем здоровье. Не едят сахар. А едят остальную всю гадость, химию, которая этот сахар заменяет. Вот, если было бы, ну, любой джем. Его можно сделать более интересный на вид. Интересный по вкусу. Это было бы шикарное блюдо. Отличные, идеальные сырники. И джем был бы идеальный. Вообще, было бы просто бомба. Но джемом все испортили. Ну, и миндаль какой-то непонятный просроченный, что ли, добавили сюда. Только из-за того, что действительно хорошие сырники, поставлю 4 из 5. Вот сравните цвет клубничного этого джема и цвет джема из красной смородины, который я делал недавно. Кстати, кому интересно, в описании будет ссылочка на видео, где я как раз готовил этот джем. И вот это вот уже бомба просто. Идеальный, я бы сказал, завтрак был. Потому что в этом наборе почему-то это шестой прием пищи. Это уже ужином считается. Как-то я привык тоже сырники считать завтраками. Друзья, на этом все. Загругляемся. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на Дзен, на Бусти. На Бусти будут проходить прямые эфиры с готовкой прямого эфира. Там будут выкладываться неудачные дубли. Много другой интересной информации, которая в общем в открытом доступе на других каналах не будет. Так что подписывайтесь, смотрите. В следующем выпуске будем пробовать следующие шесть блюд на второй день. Также завтрак, обед и ужин из доставки Level Kitchen. Всего вам хорошего, приятного аппетита. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok